Субтитры делал DimaTorzok И дальше у нас программа, превращающая фотографии в фотохудожество, просто на самом деле произведение искусства от Ван Гога и Пикассо. Новый вирус, который заражает и заражает смартфоны Apple. А еще как создать качественный украинский бренд и одежду за демократическими ценами, об этом будет рассказать наш гость, который уже ждет общения с вами. Станислав Шипель – основник проекта Urban Planet. Это бренд стильного молодежного одежа и аксессуарев за демократическими ценами. Продукция выпускается лимитированными сериями. Все принты – персональный стиль дизайнеров, которые работают в команде. Привет! Привет! Как тебе настроение? Все супер! Слушай, ну мы знаем, что есть некий у вас такой, как киллер фича. У вас на футболках и на кофточках можно было рассмотреть разные интересные граффити. Скажи, пожалуйста, а вот к ним ты как-то не относился? Сам ты граффити никогда не рисовал? Ну и я, к сожалению, не рисовал, но я начинал с той, как бы, хип-хоп-культуры, это все. Оно, ну, как бы, было как вещи для, скорее, для бибоинга, потому что когда-то я этим занимался. И, ну, мы начинали оттуда из тех элементов хип-хопа, развивали это все, было в основном граффити. Сейчас мы уже, оно как-то эволюционирует, меняет свои рамки, и мы стараемся с ними как-то развиваться с теми же самыми художниками и дизайнерами, потому что это в основном граффити-художники, которые уже перекочевали в каких-то дизайнеров. Ты самый изровный. И вообще продукция, можно тоже сказать, что из этого города? Да, мы все сами выпускаем. И вы отшиваете там дома? Да, у нас свое производство, полностью свое, мы выпускаем сами. Тобто, иная тканину? Тканину? Ткань, это возим из Европы частично, частично рюкзачная ткань к нам едет от наших партнеров из Китая, в связи с тем, что в Украине ее просто по-другому невозможно достать и, ну, закупить. Тобто, вы обираете тканину с уже готовыми малюнками? Ні? Нет, это все наши авторские рисунки. У нас сидит там более 20 дизайнеров, которые рисуют каждый принт. У нас есть Сникер Хэд коллекция с кроссовками. К ней буквально вот на днях выйдут свитшоты тоже с этой же коллекцией. Перед тем выходил к этой коллекции принт с футболки Сникер Хэд с самолетом. Слушай, ну вот по сути сейчас действительно очень много украинских молодежных брендов, которые как раз ориентированы на подобные вот и хипсто-стайл, да, стрит-стайл. А ты не боялся конкуренции в момент, когда вы открывались? Конкуренции как таковой я не боялся, и я не развивал это изначально как бренд. Это просто как хобби, которое приносит мне удовольствие. До сих пор оно остается таким, потому, знаете, как люди сгорают на работе. У меня постоянно есть заряд каких-то идей, еще чего-то, потому что это, ну, это не как таковая работа. То есть ты еще занимаешься какой-то другой деятельностью? Нет? То есть это хобби, которое переросло в работе? Это хобби, которое занимает все мое свободное время, и даже, ну, рабочее и свободное, но я просто считаю, что это хобби мое. Ну, то есть это не, ну, не та работа, на которую я пришел и работаю. А главная киллер фича, все-таки, вот, если вы поревняете с другими конкурентами, вот что у вас найтикавейшее и найприлабливающее? Ну, многие знают, что у нас рюкзачно-сумочная продукция – самый широкий выбор в Украине. Ну, то есть у нас, наверное, более 30 расцветов там разных, более, ну, и еще больше разных моделей. Мы, помимо того, выпускаем всю остальную продукцию, но, как бы, рюкзачно-сумочная очень известна по всей Украине. Ну, вот, знаешь, есть, все же ходят слухи порой, что там люди покупают некие аксессуары или одежды украинского изготовителя, и потом страдают от того, что качество не очень хорошее. Вот скажу, у вас качество крутое, несмотря на демократические цены? Брак всегда у всех может быть. Мы постоянно меняем в этом сезоне, мы очень много новшеств ввели, ткани у нас стали более прочными. Мы заключили контракт с ЮКК, Европа. Мы теперь ставим… Это же фурнитура, да? Да, фурнитуру, которая самая качественная в мире. Мы специальные японские машины привезли, которые закрепляют швы для того, чтобы не было разрывов и так далее. Ну, то есть мы это все тестируем, потому что в некоторых случаях может развивать ткань, а может дать, наоборот, закрепку. Как это лучше сделать, мы это все тестируем ввиду, ну, то есть практического применения. Данислав, обоисково буду питать, когда люди приходят в магазин, как проверять, например, качество украинского бэгу, рюкзака, або же за всеми параметрыми, сможешь ответить на такое вопрос? Ну… Но не сейчас. То есть есть час на подготовку, аж целых 60 минут, и потом мы будем повернуваться, для того, чтобы оголосить, например, что можно вести прибудковый бизнес, базируясь не в столице. Например, в чем вообще главная трудность ведения бизнеса в Украине, мы об этом также будем говорить. И в каких европейских странах створят тканины для украинского молодежного одежу. Поэтому будьте с нами, ровно через час мы все расскажем.